ходить или не ходить на выборы на самом деле особого значения не имеет ибо мы в условиях нынешней экономической системы лишь меняем лица одних представителей правящего класса на других представителей его же и никакая смена жуликов и воров не вернет нам пенсионный возраст не снизит налоги не понизит тарифы и не повысит зарплаты но зато даст добраться до кормушки другим представителям правящего класса но количество тех кто все-таки пойдет или пошел на выборы велико даже с позиции я понимаю что это ничего не значит но все-таки схожу то есть я вроде уже не наивный дурачок но вдруг и этот человек идет на выборы в надежде что кто-то даст волшебную таблетку доброго дядю который раз и все для тебя сделает а вот не сделает если примеры прошлого не будоражат мозг соответствующими выводами то возможно политэкономия сможет достучаться до разума опасность этой позиции не в том пойдут или нет на выборы а в том что идущие это те кто решил обмануться в очередной раз а значит отдалил для себя и других наступление светлого будущего на неопределенный срок ну раз они идут значит есть надежда а раз есть надежда значит логика или спит или ее усыпляет лень и расчет на халяву вот сходим и подождем вдруг именно сейчас ведь так не хочется вникать в эту политику что-то почитать изучить гораздо легче делегировать свои права отстраненному человеку а потом чехвостить его по всякому следующая ступень развития хорошего но наивного человека протесты тут уже прогресс из пассивного выборщика человек понял что надо что-то делать ключевое слово что-то то есть опять собственных знаний зачем это делается кому это надо и к чему приведет нет и вот он идет с толпой в попытках сменить одного представителя правящего класса на другого представителя в рамках действующей экономической системы то есть как в известном фразеологизме сменить шило на мыло по сути осуществить то что не удалось при помощи выборов а потом когда вдруг понадобится не допустить собственного увольнения связи с сокращением или добиваться выплат задержанных зарплат работникам метрополитена или сделать так чтобы не уволили бастующих золотодобытчиков вдруг окажется что никто не знает что и как делать а самых активных но наивных невежд уволят в первую очередь в назидание остальным если кто не понял это примеры из не сильно далекого прошлого вот тут уж действительно придется идти бедным и уже безработным на выборы или в церковь так а на кого уже надеяться раз даже на себя уже не успел кто будет в этой ситуации виноват премьер-министр коррумпированность власти а может быть система и ваша к ней отношения даже чтобы организовать своих коллег по работе надо сначала знать как это сделать чтобы к примеру не вылететь с работы самому и не получить других нежданчиков многие блогеры отмечают важность на сегодняшний день агитации и пропаганды добиться понимания реальной ситуации и возможности ее изменить действительно к лучшему как можно большим количеством людей а как это осуществить если вместо изучения скажем политэкономии ходил с друзьями по улицам весело скандируя лозунги феодального периода ведь когда действительно понадобится воспользоваться знаниями их может не казаться а дергаться будет уже поздно примеров по моему предостаточно и пока мы тут с вами рассуждаем за это время каждый смог бы понять хотя бы азы не надо год учиться пусть хотя бы месяц и объяснить как минимум двум-трем другим и учиться учиться представьте как развивались бы события в братской стране в четырнадцатом году если бы в головах основной массы людей не было вышеописанных бредней у сменяемости власти честных выборов и возможности ничего не понимая в политике не имеет четких целей и планов напрыгать себе райское будущее с очередным олигархом во голове а так упустили шикарную возможность действительно прогрессивных перемен это сейчас у вас все хорошо но вряд ли вы будете спорить об отсутствии стабильности при нынешнем строе и когда тебя вдруг попрут с работы или начнут задерживать зарплату ты начнешь лихорадочно оглядываться по сторонам в поисках поддержки и ответа на вопрос что делать а поезд уже ушел это надо было знать вчера а ты просто решил сходить на выборы или прогуляться по улицам удачи